Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Наверное, одним из самых первых людей, которые встречают любого входящего в храм, если не брать во внимание бабушек, которые протирают полы, или регистраторов храма, которые продают свечи, является священник. Но всегда ли мы понимаем, какую роль он выполняет в церкви? Огромное количество запросов у современного общества к священнику, огромное количество претензий к священнику. Но понимает ли общество и понимает ли церковь служение священническое? Предлагаем поговорить о священниках в церкви с нашим гостем, с Иереем Сергием Кредичем. Здравствуйте, батюшка! Доброго часа, Олджич! Те, кто смотрит нас регулярно... Заметили несколько отличий. Точно. Ввиду того, что мы с вами встречаемся не так часто, последние наши встречи, которые были, по-моему, еще летом, были в статусе светского человека, философа Сергея Григорьевича Кредича. Относительно недавно вы приняли САН. От нашей передачи мы вас поздравляем. Благодарю. Вот. И, конечно, логично, например, с человеком, который только-только в это окунулся, одел крест, вошел в церковь в сменившемся статусе, сменил статус прихожанина на статус клирика, да. Поговорить именно вот об этом. Почему вдруг я решил предложить такую тему для разговора? Ну, опять же, сейчас в эпоху тотальной прозрачности информации все люди слышат, знают, что, например, там один священник закончил свое служение в силу каких-то своих причин вдруг снимает с себя САН. Год назад в нашей епархии была достаточно громкая такая вот, громкая история с отцом Андреем Федосовым или в его интернет-пространстве ник Киберпоп тоже лишен САНа, добровольно, вернее, ушел за штат, и пока САНа не лишен, но не служит. Мы видим, что меняется какая-то матрица церковная в том смысле, что когда я, ну, мы с вами с небольшой разницей учились в одно время в семинарии, по крайней мере, я могу говорить про себя, священнический САН воспринимался как нечто неотторжимое, то, что невозможно снять с себя, то, что, в принципе, один раз и на всю жизнь, а сейчас вроде бы как мы видим, что священники почему-то снимают с себя вот это вот служение, и хочется поговорить вообще о том, все-таки, да, священник это раз и навсегда, или же есть какие-то каноны, которые вдруг, оказывается, можно их переступить, но для того, чтобы понять это, вообще нужно понять роль священника в церкви. Вот кто он такой? Для большинства людей, мы вот можем какую-то такую, не знаю, негласную статистику привести, да, священник воспринимается в одном семантическом ряду. Жрец, шаман, оракул, там, прозорливый старец в значении, вот, пророк и предсказатель твоей судьбы, ну, кто еще, ну, наверное, не в последнюю очередь тоже, да, молитвенник. Раздача благословений. Раздача благословений. Кто же священник в церкви? Давайте поговорим об этом. Ну, во-первых, да, спасибо за приглашение и поздравления. Это неизменно приятно. И приглашение к вам на программу и поздравления. А далее пропою свой старый припев о профессиональной деформации и о том, что, согласно академической традиции, нам надо делить всякий вот такой сложный, недоуменный запрос на несколько составляющих. То есть, первое, про снятие сана. Вот тут... Я прошу прощения, я бы, наверное, к этому перешел вот в конце. А, хорошо. Чтобы понять, отторжим ли этот сан или не отторжим, надо вообще понять фундаментально, священник, он вообще какой-то носитель неких обетов или не носитель неких обетов вообще. Обратимо ли это или не обратимо? Ну, тут мы вступаем на очень такую... Я бы, наоборот, начал с этого, но да будет. Я гость, поэтому последуем предложенному вами варианту. Вообще, священник – это носитель идеала, я бы сказал. Но при этом вся беда в том, что идеал может пониматься по-разному. И священник балансирует на очень-очень такой тонкой грани, да, как вот пресловутый «бегущий по лезвию», только это «служащий на лезвии». То есть священник постоянно сталкивается с ожиданием. Ну вот, а мы думали, что все у вас будет бесплатно, еще что-нибудь подарят. Ну вот, мы думали, что вы – наследник Сергия Радонежского и Николая Чудотворца, а вы никого за всю службу-то по лицу-то не ударили. То есть где-то строгость. То есть есть запрос на строгость, есть запрос на милость, есть запрос на просто такой духовный супермаркет. То есть мы здесь пришли, заказали службу, поэтому мы поедем на шашлыки на речку любоваться и излишествовать, а ты здесь, шамане, бей в бубенки, сосуды достань, что-нибудь в них погружай, воздевай и молись за нас, чтобы у нас, значит, все прошло. Там осветить квартиру, машину, и нас не интересует особо проповедь, потому что и квартира, и машина в первую очередь освещаются теми, кто их использует. Соль землит христиане и осаливают и квартиру, и машину. Те, кто ими пользуются, равно как и всякую вещь можно осветить и так далее. И с другой стороны, у священника есть какие-то собственные запросы и собственные идеалы. То есть кем он до себя видит, вот эти вот, простите, популярные мемчики. Как вижу себя я, как видит себя моя мама, как видит меня мои друзья. Вот я стал священником. И такие разные картинки получаются. И также еще и ожидание церкви. Ведь на священнических крестах, как правило, пишут, да, образ буди верным словом, житием, верою и чистотою, а на наградных священнику дающему образ верным. То есть это вот такой призыв церкви, что от священника ждет традиция, а от священника, конечно же, святости. И вот священник балансирует вот уже первая грань, на которую мы набрели, что, с одной стороны, он не должен никого оттолкнуть, а с другой стороны, если он не будет говорить о грехе, о порче человеческой природы, о аскезе, то какой же он тогда священник? А если он будет говорить о том, что все вы грешники, что если не будет покаянной дисциплины, не будет вообще ничего, что есть канон, который говорит о том, что тот, кто не причащался три воскресения подряд, сам себя отлучил от церкви. То есть ни процесс не нужен, ни свидетели, ни опросы, просто три воскресения подряд не причащался. То есть просто сказать сам воно, что причастие – это заповедь, ну, простите, это большой скандал на приходе. Но все-таки, если мы бы сказали о роли, то есть каков функционал, что вот вчера Сергея Григорьевича, например, взяли и поставили в священнике, вот его поставили для какой функции? Что ему митрополит... Во-первых, неплохо бы поинтересоваться у самого Сергея Григорьевича, как это и зачем это ему. Во-вторых, повторюсь, это вот балансирование на разнонаправленных запросах. То есть, с одной стороны, священник призван к высокому служению в Евхаристии, весь мир как яблоко в ладони взят. А с другой стороны, он тут не должен затягивать, здесь должен рассмешить, здесь должен тонко пошутить. И рискну сказать, что вот во все времена у общества был такой завод, как вот мы начали с эпохи тотальной прозрачности, с того, что жут от церкви дел милосердия. Что вот, а что вы делаете на приходе? А вот сколько тут у вас получают поддержку и так далее? Но в то же время, в чем ужас, что если переложить на церковь все социальное служение, то получается, что в каком-то моменту священник может оглянуться и не вспомнить, какое чтение из Писания сегодня было на литургии, потому что у него здесь болящие, тут реабилитанты, тут лектория для взрослых, здесь школа для детей. И в этом плане священник должен уметь сочетать в себе все вот эти запросы. Потому что если он не будет отвечать на запрос, он не выполнит главного. Шедше научите народы, крестяя их во имя Отца и Сын. То есть это проповедь. Вот задача. Шедше научить и просвещать. Мы по пятницам в нашем клубе «Татьянинцы» при Татьянинском храме читаем Ветхий Завет. И читая Ветхий Завет, неоднократно обращал внимание людей на то, что в самом идеальном смысле слова православного священника нельзя называть священником. Потому что священник — это тот, кто приносит жертвы, это тот, кто режет тельцов упитанных, баранов и так далее. Он выполняет такую роль, ну, такая медиумная личность между народом и Богом. И там даже то, как пространственно был организован храм ветхозаветный, эта мысль доносилась. То есть народ, например, мог приносить жертвы, но не видеть Бога, либо, входя во святая святых, не приносить жертвы, но видеть Бога. То есть вот этот вот очень интересный способ коммуникации, который происходил в Ветхом Завете, предполагал наличие вот тех, кого мы называем сейчас священники, а тогда левиты. И приходится говорить о том, что в православной церкви священник такого функционала не несет, потому что он не режет баранов и вообще он, в принципе, жертвы не приносит. Скорее, он является таким же наблюдателем вместе с людьми, стоящими в храме, того, как богослужение происходит от обратного. То есть это не мы служим Богу, а это Бог служит нам. Он сам себя принес, твоя от твоих, тебе мы приносим и так далее. И в этом смысле древняя церковь как раз человека в сане называла пресвитером, то есть всего лишь старшим в общине. То есть он занимался каким-то администрированием, но при этом, условно говоря, мало чем отличался от людей. В метафизическом плане. Вот сейчас мне то, что вы сказали уже, уже то, что обозначили, подсказывает, что священник в пространстве церкви одна из самых слабых фигур. Потому что он находится между... Он постоянно кому-то должен. Вот. Да. И получается, священник превратился в обслуживающий персонал. Он обслуживает интересы. Не сказал бы, но в целом запрос на это есть. То есть мы сейчас видим тенденции, которые вот... Пусть священник сделает вот это. То есть вот это вот, знаете ли, в медийную эпоху, ну, а почему вы ничего не сказали вот об этом? А почему вы ничего не сказали вот про эту шутку? А почему вы ничего не сказали про этот танец? А почему вы... И священник в каком-то моменте должен сказать, ну, почему же я должен быть комментатором чужой повестки бесконечной? А вот Илон Маск. А вот Билл Гейтс. А вот Папа Римский. А давайте поговорим о Христе. И вдруг оказывается, что вот поговорить о Христе, это как-то не модно, это как-то не на острие. Вот про биоэтику можно, про чипы можно, но это вот тот самый маркер, который действительно работает безотказно и, к сожалению, скорее в обличающем, чем в утверждающем ключе. То есть можно звучать целый час и ни разу не упомянуть Христа. И вот задача священника как раз-таки проповедовать. То есть в этом случае я рискну сказать вещь такую неутешительную, но, по-моему, точнее, как сказать, правильнее видеть в истории не факты, а тенденции. Когда историки говорят, что история не знает сослагательного наклонения. Ну, в том плане, что 22 июня вероломно без объявлений войны, конечно, не знает. Но на самом деле Гитлера могли звать не Гитлер. Лютера могли звать не Лютер. Это тенденция, которая вырывается и воспроизводится. То есть вот у нас на Урале, в одном из монастырей, может появиться новый Лютер. У Лютера с чего началось? С несогласия с официальной позицией церкви и с поддержки местного князя. То есть в этом случае, вот, пожалуйста, вовремя не подавили. И насколько, опять же, правильно подавлять в этом случае. И вот священник постоянно должен комментировать. А что вы думаете о митингах? А что вы думаете о протестах? А вот про Христа почему-то непопулярно. Это первый момент. И второй момент. Священник в известной степени... Да, вот что я начал было говорить. Что на самом деле крещение Руси продолжается. Это, конечно, уже не как при князе Владимире. Но по факту вот мы выходим и видим идолов. Вот через интернет можно заказать кумирню. Почему нет? Вот, пожалуйста, Перун, вот Макош, вот Велес. Вот они, они никуда не ушли. Вот люди, которые заказывают себе, опять же, всякий там чертог ворона, там оберег папоротника и так далее. И с этим тоже нужно работать. И нельзя сказать, что вы готовые поления для ада, а мы работаем только вот с теми, кто понимает. Это как раз проигрышная позиция. Хотя на это запрос тоже есть. Что церковь должна быть осажденной крепостью. И постоянно вот она должна... То есть к священнику нельзя быть вот так просто допущенным. То есть что это такое? Сначала читай символ веры, потом доказывай, что ты христианин. Потом можешь поговорить с батюшкой вне исповеди. То есть это тоже вот такие две тенденции. То есть я повторюсь, что крещение Руси продолжается, реформация продолжается, отношения церкви и империи продолжаются. Хотя формально империи себя никто уже не зовет. Но это опять же тенденция, да. Что если империя это то государство, где правит император, империи сейчас нет. Если империя это степень контроля над миром, то вот, пожалуйста, несколько центров силы пытаются бороться. То же самое в церкви. И священнику надо прежде всего для себя ответить на вопрос, должно ли в церкви, по его мнению, быть тесно. Вот если должно быть тесно, то у нас один типикон, одна, значит, традиция служения и так далее. И не должно быть ничего сверху или сверху. Или же в церкви не должно быть тесно. Поэтому хотите служить на современном языке, если запрос достаточно силен, достаточно много людей хотя бы раз в месяц соберется на литургию на современном русском языке, значит, это надо делать. И в этом случае нет единомысля даже между священниками. Мы помним тот скандал, когда одни православные не допустили других православных к чаше, даже, собственно, не особо разбираясь, как это должно было быть. И мы сейчас просто выполняем работу следователя, реконструируя, а они собирались делать вот это, и мы им помешали. А мы собирались только вот тут почитать на русском, и вот тут, а в остальном все было бы православно. Или там иконы Сталина, или иконы там какого-нибудь Славика Чебаркульского, или Чернобыльский Спас как икона. Опять же, это же все актуализировалось. И священнику надо тоже быть таким, если угодно, фильтром и медиатором. Вот мне очень нравится такое толкование, что люди приходят в церковь двумя путями, узким и широким. Узким – это через интеллект, когда человек думал-думал, то есть вот волхвы, сколько им потребовалось усилий, чтобы, наблюдая за небом, увидеть явление, истолковать его, отправиться в путь. То есть, звезда Рождества должна появиться была, ну, минимум где-то за год, пока до них дошло, пока они отправились, пока они собрались в поездку, средства там и так далее. И широкими вратами – это красотой. Вот в храме должно быть красиво, как с пастухами, которые услышали «Слава Вышних Богу!» на земле мир, и безо всяких интеллектуальных потуг они пришли через пение. То есть просто, смотрите, священник должен и социальную работу не забывать, и организовать нормальный хор на приходе. И никто не спрашивает, чего ему это стоило, это должно быть. А что у вас не поют? А что у вас икон мало? А что у вас икон много? А что у вас служба длинная? А чего у вас служба короткая? И он должен быть еще и вот эти самые тесные, узкие интеллектуальные врата, посмотреть на ситуацию с оглашением. То есть вот есть у нас практика огласительных бесед, и есть люди, которые пытаются этих бесед избежать. То есть им в церковь хочется через крещение, но вот хотя бы прийти два раза – это уже подвиг. А по-хорошему, если мы вспомним опыт древней церкви, год, ты просто сначала разберись, во что ты собираешься ввязаться. Вера – это авантюра, и это в том числе подвиг. А нет, а нельзя ли сделать литургию онлайн дистанционной, священник должен решать, будет ли он так делать. А нельзя ли вот сделать так, чтобы было вот здесь вот так? А тут можно ли сократить? И священник в том и дело, что вот в нашей православной традиции он более свободен, чем, к примеру, в католической, где есть просто список. Вот если то, если то, если то. И какое же это облегчение, да? А можно мне? Человек открывает большую толстую книгу и показывает. Вот, пожалуйста. Если ты хочешь быть в церкви, то мы должны делать вот так. Если ты делаешь не так, не обольщайся ты не в церкви. Вот это тенденция. Христианин – это высокое звание, которое можно потерять? Или христианин – приходи любой, под веществами, нетрезвый, в аффекте, и в храме тебе все равно нальют чаю и дадут печеньку. Потому что храм – это место, которое всегда открыто. И за этот баланс отвечает всегда священник на приходе. Это наша православная традиция. У нас нет большой толстой книги, за которой мы могли бы спрятаться. Батюшка, благословите. И люди приходят и пытаются отдать свободу свою. И оно понятно, что не будем обольщаться к священникам, не то чтобы очередь. Люди охотно относят свою свободу к психоаналитику, фитнес-тренеру, мудрой соседке. Ты скажи, что мне делать, но зато потом и отвечать будешь ты. Ну и к священнику тоже. И вот священнику приходится постоянно искать баланс. И с пением, это мы сейчас говорим о служении настоятеля. И хорошо, если в храме несколько священников, которые могут какие-то грани вот этого явить. То есть один отвечает за лекторий, другой отвечает за, собственно, строй богослужения, третий отвечает за работу с, ну, к примеру, реабилитантами, потому что должны быть какие-то еще навыки психологической работы, и просто банальное образование. Да, посмотрите на то, какое гигантское образование должно быть у священника. И причем парадокс в том, что он это в черепе носит не для себя. То есть приходит кто-нибудь, а вот сказано в Упанишадах, например, и священник говорит, ну, посмотрите, вот там также вычитали Упанишады. Ну, а для чего? Что неужели священник серьез выбирает? Он сейчас перейдет в буддизм или не перейдет в буддизм? Нет. А вот сказано так у Алистера Кроули. Надо знать, кто такой Алистер Кроули. Надо ознакомиться в том числе. А вот вышла новая книга «Иисус, человек с тысячей лиц». Не будем рекламировать автора, мы все ее знаем. И вот что вы думаете по этому? Священник постоянно должен бежать, чтобы оставаться на месте. Потому что это, 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 это. И постоянно, но в то же время, и не позволять всему этому увлечь себя в бесконечное комментирование. Потому что если мы будем комментировать чужую повестку, то каждый день кто-нибудь прошутит про Бога, кто-нибудь сожжет Библию, кто-нибудь выскажется о христианстве как о позоре человеческой истории. И если все это постоянно вот как-то разбирать, то мы ничего не скажем своего. И вот тут и ужас в том, чем священник может поделиться. Если священник может делиться только озабоченностью, то, а вот при этом, при всем, извольте, еще делиться радостью, что вам нравится то, что вы делаете. Отец Сергей, я хотел, планировал, что сегодняшнюю встречу мы как-то так закольцуем, как сказать, в контексте одной передачи эту тему обсудим. Но осталось очень много вопросов, которые... И мы не поговорили про снятие сам. Да, они остались за скобками. Поэтому я предлагаю в следующий раз продолжить нам этот диалог. Очень важный диалог. И в следующий раз, я думаю, что мы как раз начнем говорить о том, как человек-священник, оставаясь всего лишь человеком, не выдерживает зачастую этого груза. И ему тоже свойственна так называемая профдеформация, когда он пускается в определенные вот эти вот бега за комментариями, когда он вроде бы, как ему кажется, исполняет апостольское быть для всем. Всем. Сраствориться для иудеев быть иудеем, для еленов быть еленом, для подзаконных быть подзаконным, для чуждых закону быть как чуждый закон, и так далее, и так далее. А на самом деле он в какой-то момент теряет себя. Вот мне кажется, мы начали очень важный диалог о том, что мы зачастую своих священников просто не знаем. Не то, что не знаем какой-то биографии и жизни вне храма, а просто не знаем, что у них на душе, и это очень важно. За сегодняшнюю беседу благодарю. А вас, дорогие наши телезрители, ориентирую на то, что время нашей передачи поменяется. Теперь мы будем выходить по понедельникам, поэтому не пропустите следующую передачу в понедельник. Храни всех вас Господь!